В областном Акимате прошло совещание по обсуждению проектов переработки сельхозпродукции. Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления сельского хозяйства Марат Шугаев, в Павлодарской области действует 264 объекта переработки сельхозпродукции. В прошлом году объём их производства составил почти 100 миллиардов тенге. При этом товарный экспорт ушёл на сумму 9,7 миллиардов тенге. У нас есть проект «Крестьянское хозяйство Найман» по программе «Дорожная карта бизнеса» планируется наладить производство продукции. Также в крестьянском хозяйстве Лейла планируется запуск цеха по производству макаронных изделий. В целом регион должен выйти на полное самообеспечение продуктами питания. Вам необходимо разработать дополнительные проекты в этом направлении. Абылкаир Скаков отметил, что ввод объектов переработки должен быть на особом контроле руководителей. Он также напомнил, что регион всё ещё не обеспечивает себя молоком, сливочным маслом и сыром. В мире идут вообще мировые вызовы и тренды. Это торговая протекция. То есть каждая страна, каждый регион для самодостаточности собственной экономики, он должен предусматривать какие-то вещи поддержки. Поэтому если на кону необходимость целесообразно выделения средств из бюджета, мы можем на это пойти, но это должны быть чёткие ориентиры и сроки. Поэтому сейчас, сегодня необходима перезагрузка этого важного ключевого направления. Мы в прошлом году видели. Мы видим, какая идёт волатильность цен, какая зависимость цен от сырья, от урожая, от многих других вопросов. Поэтому это такая серьёзная задача, о которой мы должны в течение этого года понять и уже нащупать конкретные проекты, которые… Ну, желательно, конечно, было, чтобы пришли сюда инвесторы, крупные игроки, для того, чтобы использовать существующий потенциал и реки Иртыши, и орошения, и растеневодства, и животноводства, и уже других, допустим, объектов переработки. Во время рабочей встречи обсудили и загрузку перерабатывающих предприятий по Владарской области. На сегодня, в зависимости от направления, их мощность составляет от 30 до 70%. Абылка Ирскаков поручил изучить, насколько каждый город и район обеспечены сырьём для своих перерабатывающих предприятий и наладить прямые цепочки поставок между производителями и переработчиками внутри конкретной административно-территориальной единицы.